Детское радио представляет Привет, с вами Наталья Кочеткова. Сегодня мы будем размышлять о порядке вещей и наводить порядок в игрушках. В программе Почитай-ка Мы с удовольствием делаем то, что хорошо знаем и умеем. И с опаской относимся ко всему незнакомому и непривычному, согласитесь. Страшновато в первый раз нырять в бассейн или сразу садиться на двухколесный велосипед. Нужно время, чтобы повыкнуться в воде, почувствовать ее плотность, а уж потом учиться плавать и нырять. И все равно многие долго боятся оторвать ноги от дна. И для двухколесного велосипеда обычно нужен не один день, чтобы понять, как трогаться, держать равновесие, поворачивать и тормозить. Вот и маленький кролик, герой книги Доминика Близо, страшно гордиться тем, как здорово у него растут помидоры и тыквы. А все потому, что он занимается их выращиванием давно, научился их правильно сажать и в меру поливать. Немного и немало, а ровно столько, сколько нужно. В общем, кролик – опытный огородник. Но вот неподалеку от его огорода кто-то построил высокую красную горку. Такие обычно ставят на детских площадках. Кролик, конечно, сердит и раздосадован. Горка – это не огород. Кататься на горке кролик не умеет, поэтому ворчит. Научиться чему-то новому, а потом получать удовольствие от того, чему научился, очень приятно. Вы сами в этом убедитесь, если прочтете книгу Доминика Близо, которая так и называется «Кролик и красная горка». Иллюстрации к ней выполнил хорошо нам всем известный бельгийский художник Квинтин Грибан. О том, что даже самые простые действия требуют усилий и старания, рассказывает нам книга-классика литературы для малышей Эрика Карла, которая называется «Крошка-семечка». Как вы все прекрасно знаете, осенью семена просыпаются в почву, чтобы весной взойти новыми цветами. Казалось бы, что может быть проще? Лежи под снегом всю зиму, а весной прорастай. Но и в этом есть свои сложности. Маленькая семечка унес ветер. Оно летело не слишком высоко и не слишком низко, не слишком быстро, но и не отставало от других. На этом пути его не выжгло солнце, не склевала птица, не съела зимой мышь. Ему повезло прорасти и получить достаточно света, тепла и воды. И только при соблюдении всех этих условий оно смогло распуститься огромным цветком, которым все залюбовались. Оказывается, не так-то это и просто. Просто вырасти. Если герои предыдущих книг ценили порядок вещей, то мальчик Тотте мыслит не так масштабно. Он просто наводит порядок в своей комнате. Дело в том, что он потерял своего любимого медведя. Чтобы его найти, нужно заглянуть в самые укромные уголки комнаты и, конечно, собрать все, что туда завалилось, и положить на свои места. Не знаю, как у вас, у меня же часто бывает, что большая уборка позволяет найти или вспомнить о массе важных и нужных вещей. Вот и Тотте находит столько забытых игрушек, что впору бросать поиски медведя и срочно начинать в них играть. Но Тотте умный мальчик. Он решает сначала довести дело до конца, а потом с удовольствием играть во все, что нашел. Как вы думаете, скоро он найдет медведя? Узнаете, когда прочтете книгу «Гунилы Вольде. Тот-то наводит порядок». Кстати, может быть, и вам пора навести порядок в своих игрушках? Почитай-ка! Итак, я вам сегодня рассказала о книгах Доминика Близо «Кролик и Красная горка», Эрика Карла «Крошка-семечка» и «Гунилы Вольде. Тот-то наводит порядок». Приятного вам чтения и до новых книжных встреч! Почитай-ка! Почитай-ка!